Видимо, пешком постоянно. Что же касается пенсионеров, я думаю, что несмотря даже на бесплатный проезд в электротранспорте, ведь очень часто приходится нашим жителям добираться куда-то на маршрутке. Сможете ли вы добраться за 3,50 с БАМа, к примеру, в центр и обратно еще за 3,50, и того за 7 лев, туда и обратно? Нет, нет, конечно. При нынешних пенсиях, которые составляют 300, 400, 500, 600 леев, это нереально. Конечно, нереально. Если вы на пенсию по 500 леев получаете, то гандарь нас брал. Это все еще ухудшается тем, что сейчас власть швырнула как подачку те несчастные 15%, которые... Они не разобрали! Вот даже по праве, не 15%, 7% заявили 15%. Вот у кого пенсии тут 600, 700 леев, вот посчитайте, сколько 7% с 7 столеем? Это будет... Сейчас скажу, что... 100 леев чем? Это будет... этого хватит ровно на то, чтобы раз 5 приехать в центр и уехать из центра. То, что дали, сейчас и забирается обратно. Кроме того, друзья, у нас позади тяжелая зима, когда много раз повышались цены на все. Я думаю, что все в курсе, на что повышались. На еду, на одежду, на проезд сейчас повышается. И мы... на отопление повышается. И мы все стали свидетелем той работы, в кавычках, работы, которую проводили муниципальные службы нашего города, с нашим городом. Все помнят мусор, который практически в Новый год валялся по дворам, по улицам. Кто-то чистил дороги на Новый год. Кроме вот здесь, а пятачка перед приварией. Нет, нет, мусор не забирали 42 месяца, и как платили, так и охватили. А вот их сюда нельзя придать. А их надо сюда. По СНГ и по Европе мы находимся на последнем месте. И в Азии, и в Европе, и в Евразии. Мы по счету на последнем месте. Более того, город Бельцы, северная столица Молдовы, второй по-населенности город страны, находятся на последнем месте по дорогам в республике Молдова. Как же так получается? Как же получается, что мы докатились до такого? Миллионеры выходили. Зато есть миллионеры. Интересно бы знать, откуда ГИМП стал миллионером, пока он не был в правительстве. То есть вы посмотрите, вот власть Альянса, ГИМПу, ФИЛА, ПЛУПу, они устроились там у себя наверху, в Тишинёле. Они все миллионеры, они все принимают законы для себя, для собственной выгоды. Когда я увидел сумму пенсии, которую я начисляю, и сумму пенсии, которую получают по республике, я от всей души пожелал депутатам вот именно такой пенсии. Друзья, секунду, дело в том, что сегодня вот один из муниципальных советников вот сейчас идет туда, и он может донести до власти местной то, что мы считаем нужным. Я сейчас хочу дать слово Александру Днестеровскому. Я не понимаю, как за два часа наш муниципальный совет умудряется, рассмотрев 100-120 вопросов, уделяя каждому вопросу всего 20 секунд. Они за 20 секунд умудряются решать судьбы людей, не задумываясь о том, что они решают, как они решают, просто поднимают руки, как машины. Я не понимаю, как прикрывать заботы о людях, об этом сейчас говоря, вот наша доблестная БТВ будет говорить, наша газета. Прикрывать заботы о людях повышают нам проезд на 1 лей, говорят, что это хорошо для нас будет, что нам съездить туда и обратно будет стоить 7 лей. Спасибо. Забота о людях. Я не понимаю, как в заботе о людях муниципальный совет в квитанции горожан ЖКХ пишут те услуги, которые они не оказывают, а мы за них исправно платим и ждем, когда что-то ЖКХ сделают. Я не понимаю, как обещаю патентов обладателям не продавать рынки, чихаря их продать уже частично, еще в цену в 10 или в 100 раз даже ниже, чем в рыночных. Я не понимаю, как в организованных имя тендеров выиграют только нужные им люди. Зачем принимать политические решения в ГЭСах, когда мы выбирали муниципальный совет для того, чтобы он занимался хозяйством, чтобы он заботился о бельчан и принимал законы, которые выгодны нашему городу и нам, а не принимая законы о флагах или еще о чем-то, которые все равно не исполняются. Где красно-синий флаг, который наш муниципальный совет принял как местный флаг и ни разу не вывесил? Зачем принимать политические решения, если все равно их не делать? Я сегодня вхожу в муниципальный совет. Я с сегодняшнего дня буду муниципальным советником. Я иду в совет для того, чтобы отстаивать права бельчан. Не шести-пяти человек, которые просто втихаря собрались и решили седьмого города, а каждого бельчанина, который придет и захочет высказаться. Я могу быть его рупором. Выдвигая проекты... Кстати, муниципальный совет в бельцах это открытое заседание. Каждый человек, который хочет его посетить, может посетить, главное не нарушая порядка на месяц. Ведь можно никому не будет, просто пойдем поговорим. Посетить может любой человек. Я иду в муниципальный совет, чтобы контролировать работу в муниципальных службах. В связи с последним событием у Мишан накопилось много претензий к ним. И наша цель заставить муниципальный совет работать. Работать и принимать законы во благо горожан. Человеком, объявившим, что здесь живут в городе свиньи, я не буду повторять все, весь набор дугательств, который я повторял на протяжении 20 минут. На уроке. Я не буду повторять все то, о чем он говорил. Но и зато я скажу, что сразу после того, как он выступил, стал звездой. На него подали иски в суд как минимум 3 человека. Недавно состоялся суд по одному из исков, на котором выступали как истцы мы. Ответчик был Виктор Крабченко. Мы перед этим собрали 54 подписи и представляли не только себя, но и 54 еще человека, которые также были оскорблены Виктором Крабченко. И как вы думаете, каково было решение суда? Мы оправдали, оправдали. Суд не нашел в его словах ничего плохого. Нужно защищать права этнических меньшинств. Только на этом муниципальном совете собирается решить, подавать будут они в суд или не будут. Причем основной причиной, по которой они внезапно проснулись, стал тот самый иск, по которому так и не удалось нам осудить Крабченко. Притом я скажу так, что в иске мы не просили смертной казни, мы не просили чего-то особо серьезного. Мы просили символическую сумму в 10 лет каждому человеку постадавшему. И публичных извинений на всех каналах и во всех газетах Вельсии. Поскольку этими своими заявлениями он оскорбил всех Вельчан, мы считали, что необходимо извиниться в первую очередь. Все остальное уже потом. Перед судом мы подходили к этому Виктору Крабченко и мирно предлагали. Давайте, вы просто попросите извинения. Мы снимаем, мы снимаем туризм. Он был настолько уверен в своей победе, настолько уверен в поддержке властей, что сказал, зачем оно мне надо? Я выиграю. Так оно и произошло. Деньги все делают. Деньги все делают. Мы сражались с ним просто рядовые горожане. Хотя должна была сражаться премария, которая много раз заявляла о том, как она защищает узкоязычных, как она защищает жителей города Вельсии. Им наплевать на нас. Они много раз заявляли о том, как они останавливают румын, которые здесь приходят каждую весну, каждое лето. Все вы помните 5 августа. Что произошло 5 августа? Выгнали. Жители выгнали. Стреска. Стреска. Причем, я скажу так, что местные жители, ни папки, ни какие-то активисты, просто рядовые горожане, бельчане. Редактор субтитров А.Семкин